Всем привет! Меня зовут Айна Ромасырова. Я являюсь менеджером интернет-проекта Экспресс Карьера. И в сегодняшнем видео я буду показывать, как создать страничку в Инстаграм. Курс состоит из трех этапов. Как создать страничку в Инстаграм, как оформить рабочие странички и как рекрутировать. В данном видео будем показывать только, как создать страничку в Инстаграм. Итак, поехали. Если до этого у вас не было приложения Инстаграм, то вам необходимо будет скачать в App Store или Google Play, смотря какая платформа в вашем смартфоне, скачать и установить приложение Инстаграм. После того, как вы скачаете, у вас откроется вот такая вот страничка. В данной страничке вам необходимо будет нажать на регистрацию с электронным адресом или номером телефона. После этого выходит вот такая вот страничка, в котором необходимо будет ввести свой номер телефона и нажать на слово «Далее». После этого программа будет высылать на ваш номер код шестизначный, который необходимо будет ввести вот в эту строку и нажать «Далее». Затем вы пишете свое имя и фамилию. Можно фамилию не писать, это по желанию. Можете написать только свое имя. Дальше придумываете пароль и создаете свою страничку. После этого выходит вот такая вот страничка, в котором необходимо будет уже придумывать название аккаунта и нажимаете «Далее». После этого Инстаграм будет вам предлагать найти друзей, которые у вас записаны, которые у вас есть в ВКонтакте. Но данное приложение нам не нужно, поэтому мы его пропускаем, нажав на вот это вот слово «Пропустить». Ну и после этого вот ваша страничка вышла, которую вы создали. Нажав на слово «Редактировать профиль», вы можете, вот выйдет вот такая вот страничка, в которой вы можете изменить. Вот как я тут написала «Айнура2205», это я ошибочно написала так, поэтому я вот здесь вот меняю название, не название, а вот свое имя и пишу «Айнура». Название аккаунта не меняется, как вы его создали, он так и идет. Вот эти две строки «Веб-сайт» и «О себе» мы будем заполнять попозже, сейчас, пока они нам не нужны. Дальше мы заполняем личную информацию. В первом случае вот здесь вот обязательно все свои рабочие странички мы должны привязывать к электронным адресам. Поэтому мы здесь пишем свой электронный адрес, номер уже будет указан, так как вы при входе указали его, и на него же пришел код подтверждения. Ну и теперь для тех, у кого уже есть свои странички, при своих действующих личных страничках, как создать дополнительные странички. Вот допустим, вот эта страничка, ваша действующая страничка. Вот в этом правом углу, верхнем, есть три точки. На него нажимаем и выходит раздел «Параметры». Если вниз спуститься, вот предпоследняя строка выйдет «Добавить аккаунт». Нажимаем на него. После этого выходит вот такая вот страничка. Имя, пользуете, пароль мы не вводим, так как мы хотим создать новую страничку. Поэтому мы вот внизу нажимаем на слово «Зарегистрируйтесь». После этого, как бы, процедура такая же, как и в первом случае. Также выходит регистрационная форма, регистрация с электронным адресом или номером телефона. Телефон номер вводим, электронный адрес вводим, подтверждаем через номер телефона, или же, если пишите электронный адрес, то приходит подтверждение, вот этот шестизначный код приходит уже на ваш электронный адрес. Вот эти вот данные вводим сюда код. Нажимаем «Далее» и уже оформляем имя, фамилию и придумываем свой пароль. Теперь я покажу, как оформить, да, первичное оформление наше. Вот ваша страничка, которая пустая. Чтобы оформить, чтобы добавить фотографии, нажимаем на вот этот вот значок фотоаппарата. Вот, как видите, на данной страничке я уже добавила свои картинки, да. Это может быть личные картинки. В данном случае я добавила фотографии своих детей. Также можете добавлять просто красивые картинки, там природа, пейзажи. Ну, на ваш вкус, какие вам картинки нравятся, главное, чтобы они не были о работе. И загружаем примерно вот 9 картинок, чтобы когда открыли вашу страничку, она была вот первая страничка, да, главная страничка была полностью заполнена. Поэтому 9 картинок мы загружаем. Дальше мы должны подписаться на знаменитости. Желательно на знаменитости. Если вы будете подписываться на группы, там, кулинарные, либо на другие группы, то у вас очень много появится ваших партнеров вот в данном разделе. Теперь для того, чтобы найти каких-либо пользователей, мы нажимаем на вот этот значок лупы. Нажимаем на него, и выходит вот такая вот страничка, в котором мы набираем интересующее на слово. Например, я набрала карахат, как вы знаете, да, это знаменитость Казахстана. Набрала я слово карахат, и вышли все пользователи с именем карахат. Я нажала на первое, которое мне и нужна была, вот ее страничка. Вот этот вот пунктик, подписаться на него, я нажимаю, и вот оно становится зеленым. Когда на него нажимаете, снизу сразу выходят похожие на вот эту страничку, ее аккаунт, похожие аккаунты, то есть рекомендации от Инстаграма. Подписываемся на всех них. Вот все они у меня зеленые. Вот так мы подписываемся на 20-30 пользователей, то есть знаменитостина. Я вот подписалась на 21 аккаунтов, и тут сразу же ко мне кто-то подписался из наших партнеров. Сто процентов это кто-нибудь из наших партнеров. Таким образом, мы оформили, первичное оформление прошли. Теперь оставляем этот аккаунт на 2-3 дня. Оставляем не так, чтобы там оставили и забыли про него. Каждый день заходим. Можно также подписываться на пару, не на 20-30, а на пару человек, на пару аккаунтов, на пару знаменитостей. Таким образом, мы раскручиваем свою страничку. В дальнейшем, второй курс, я буду уже показывать, как мы будем оформлять страничку, то есть готовить к рекрутингу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...